Привет всем поклонникам волейбола! Сегодня мы находимся в волейбольной школе «Плотик», которая основала олимпийская чемпионка Елена Зарубина. Интервью с Еленой мы уже сделали, его можно посмотреть на сайте volleyballfans.ru. Сегодня у нас есть возможность пообщаться с тренерами школы. С нами Виктория. Виктория, добрый день! Расскажите, пожалуйста, как вы сами пришли в спорт? Мне было лет 9, делала на уроке музыки. Я была выше всех на голову. Зашла мой тренер, Маргарита Аркадьевна, первый мой детский тренер. Он сказал, встаньте, детки. Я встала на голову выше всех остальных. Вывели меня за пределы класса, говорят, хотите волейбол играть. Я говорю, это через сеточку или в корзинку? Они говорят, через сеточку. Я говорю, хочу. Вот пришла на тренировку. Мне понравилось. Сначала просто два раза. В школу обычно ходила на тренировку. А потом нас повели на просмотр, в дюшер, когда номер один был. Это на Алабяна. Сейчас, по-моему, Виктория 73 она называется. Ленинградская школа. И там меня отобрали. И начала тренироваться у Антонио Катамар Петровны. Закончила Ленинград с 75-го года. А кроме волейбола вы еще чем-то занимаетесь? Занимались? Играла настольный теннис. У меня третий взрослый по настольному теннису. Ой, где-то третий юношеский. Неплохо. По настольному теннису. Немножко каталась на коньках. Ну, тоже все. На спорте? Да. Настольный теннис и коньки. Это было до волейбола. Ух ты. Фигурное катание. А что для вас спорт вообще в жизни? Какую роль он играет? Если мы в молодости тренировались по 8 часов каждый день, то вы сами понимаете. Это большая часть жизни. Да. То есть это было огромное. Ну, учились. Учились и играли. Больше ни на что остальное. Я не пыталась. А расскажите историю знакомства со школой «Флотик». Как вы перешли на песок? Знакомство со школой «Флотик». Мне ее основали мои друзья. Елена Зарубина и ее муж Алексей Зарубин. Я просто с ними знакома очень давно. С Леной еще с подшколой. Она потом в Монкарполе играла. Леша тоже тогда уже был знаком с Леной. Это все очень давняя дружба. И вот они решили основать эту школу. Я не сразу была у ИС-топа в этой школе. Она лет на 5 существовала. И мы решили открыть пляжное отделение волейбола. В прошлом году, где-то в сентябре, начали искать зал, выкупать оборудование и привлекать людей. То есть открыли в прошлом году отделение пляжного волейбола в «Флотик». Где-то с октября месяца. Но с 7 октября прошлого года начало работать вот такая отделение. К вам приходит достаточно много обучающихся. Вот мы сейчас видим на турнире. Скажите, какие навыки должны быть у тех, кто приходит к вам впервые? Ну, прежде всего, огромное желание играть в волейбол. Потому что пляжный волейбол – это такой вид спорта. Он даже не столько спорт, сколько еще такое развлечение. Знаете, когда солнце, море, песок. Да, в пляж, на пляже играть. Да, да, и как бы вроде в купальниках. Ну, как бы, что-то так весело, красиво, интересно. И заодно и физическая подготовка подтягивается, как бы, тело. Ну, на песке качаются все мышцы, мышцы становятся тянутыми, уходит целлюлит. О, да, это очень полезно. Да, красивые фигуры. А физическая подготовка какая-то специфическая должна быть? Или можно прийти? Конечно, даже на волейбол, на мой взгляд, процентов на 50 состоит из физической подготовленности. Умение бегать по песку, прыгать по песку, падать на песке. То есть это намного сложнее, чем вот в классическом волейболе. Вот детишки к вам приходят, они, в принципе, уже приобретают эти навыки на тренировках. Ну, волейболе, если мы берем, там, спорт с большим достижением, наверное, вот детские, олимпийские школы, они больше подбирают по росту. Да, чтобы ребенок смотрит, что он вырос, на рост родителей. А при этом волейбол вообще могут играть любые люди, которые и маленькие, и высокие, и толстые, и кудые. Без координации, без координации. Было бы желание, даже и без каких-то физических данных, человек с огромным желанием может достичь достаточно высоких. Потом уже не обязательно надо играть на Олимпиаде. Можно прекрасно играть и в любительской лиге, и для себя играть. Где угодно, за институт, за школу, за технику. Ну, просто на пляже волейбол. Поэтому, как бы, данные, должно быть желание. Да, главное, чтобы человеку было желание играть. Потом тренера на школу, на учебу. Всему, в остальном. Всему, конечно. Такой вопрос. Какие уровни тренировок вот сейчас у вас в школе есть? Ну, у нас и смешанные группы, и детские группы, и подростковые, и взрослые, как бы. Ну, женщины тренируются вместе с мужчинами. Если в классическом волейболе, как бы, это не принято. В пляжном волейболе очень принято играть микс-ты. Это смешные турниры, где мальчик играет с девочкой. Это вполне обычная ситуация. Мне даже в турниру такие проходят, как бы, 2 на 2. Мальчик играет очень хорошо. Поэтому разделение идет, ведь оно только по возрасту практически. И немножко по уровню подготовки. Это в других школах у нас смешный уровень. Поэтому и чуть похуже занимающиеся тренируются занимающиеся, которые... Получше, все вместе. А вот если рассказать о сегодняшнем турнире, кто сегодня играл, в каких командах... Это те, кто давно пришел, давно играет или даже новички? Ну, разделение пляжного волейбола у нас год где-то. Поэтому вот занимаются люди, которые... То есть максимум год кто занимался, и вот они сегодня... Ну, у кого-то есть школа. Кто-то пришел уже более-менее подготовленный. Кто-то пришел вообще вот новички. Кто-то месяц тренируется. Ну, есть такие, которые только недавно пришли, и нет разделения там. Может быть, мужчина там, который играет недавно, он вот так же хорошо играет. Девушка, которая играет давно, или наоборот. Смешанный уровень. Вот на соседней площадке дети была, а здесь какие-то нет. Здесь смешанный уровень. Мужчина и женщина. Ну, плюс-минус одинаковые. Ну, еще приглашенные гости. Да, в общем, был очень захватывающий турнир. И вы порадовались, какой уровень у ребят. И спасибо вам большое, что вы устраиваете такие мероприятия. Спасибо. Все, спасибо большое. Дмитрий, еще пара вопросов вам насчет того, как вы пришли в спорт. Расскажите. В спорт? Я просто из него не уходил. Прямо с детства? Как так получилось? Родители. Все мы дети своих родителей. А родители? Родители отвели в хоккей. Ага. Вот. Там меня впечатали в борт. Я обиделся. Был маленький, худенький. Да и сейчас не очень. Пошел в бокс. Навалял кому-то. Пошел в борьбу. Потому что понял, что бокс – это не панацея. Вот. Бокс – борьба. Но всю жизнь я любил волейбол. Вот. И как-то, играя в волейбол, я заметил, что маленьких там обижают. Так. Играют на втором этаже. А что делать маленьким? И тогда родился пляжный волейбол. Если бы он не родился, то я бы его изобрел. В пляжном волейболе маленький может наказать большого. Правда. За счет скорости, хитрости, смекалки и физической подготовки. Ну, в общем, это тот самый вид спорта, в котором можно показать весь свой потенциал. А что для вас спорт вообще в жизни в целом? Все. Он… Это даже, наверное, не часть вашей жизни, это прямо сама жизнь. Я думаю, что да, потому что я всегда детям говорю, вы с тренировки должны уходить такими, чтобы в жизни вас уже ничего не могло удивить, напугать, сломать. Вы должны здесь отдать все. эмоции, физику. Мяч должен пару раз прилететь вам в нос, в лоб, в живот. Вы должны почувствовать боль и не бояться ни другого, ни третьего, ни пятого, ни десятого. Все должно, самое плохое, произойти здесь. Школа жизни. Да. Расскажите о своей истории, знакомстве со школой волейбола, плотик с организаторами. Ну, вот здесь есть очень любимый, уважаемый мой человек, Виктория Полякова. Так. Если бы она, я бы здесь не оказался. Ага, то есть Виктория с помощью Виктории... За ручку меня привела. Привели сюда. Сказала, вот. Есть пляжный волейбол. Да. Вот вам всем. Вот к вам приходит много детей. Скажите, какие должны быть физические данные, что должны уметь дети, чтобы прийти и начать заниматься волейболом пляжным? Желание. Главное желание, да? То есть все остальное... Желание и мотивация что-то уметь. Мы их тут натаскаем, научим. Если техники базовой нету, значит, будет криво перебивать. В пляжном волейболе можно выиграть разными способами. Правда, главное знать, какими. А вот пару слов о сегодняшнем турнире. Кто играл и какие успехи показали сегодня ваши ученики? Ну, первое, нам удалось очень удачно сформировать команды, чтобы была конкурентная борьба. Это первое. Второе, среди подростков было очень интересно, потому что приехали ребята постарше и посильнее. Угу, видели. Вот, но получилось так, что сработала как раз моя философия, и они проиграли свою первую игру, на первый взгляд, более слабым, но более смекалистым ребятам. Вот, знают, как обычно. У взрослых, я думаю, все честно, победили сильнейшие. А часто проводятся такие турниры? Я думаю, они в настоящее время проводятся оптимально. Они проводятся примерно раз в три месяца и дают возможность нашим воспитанникам ощутить дух соревнования и сделать вывод и понять, где они находятся, на каком уровне, и самим себе поставить оценку. Пожелаем вам дальнейшего развития, вам и вашим ученикам, чтобы почаще проводились такие классные турниры. Спасибо большое. Спасибо, приходите. Мы сейчас разговариваем с Вячеславом, который участвовал в турнире. Вячеслав, расскажите, давно вы занимаетесь спортом, в частности, пляжным волейболом? Пляжным волейболом сравнительно недавно. Это мой второй заход в пляжный волейбол. Ух ты. Я начинал в свое время заниматься классикой. Лет, наверное, 17-18 назад я играл в серверном бару. Ух ты, знаем место. На первой площадке. Был опыт игры, но потом на долгое время, с разднением сына, он положил мячик на полку. А когда сын достиг тех высот, когда он уже играет лучше меня, я вернулся в лейбол. А, благодаря сыну, получается? Да, благодаря сыну, да. Он ходит в эту же школу тренироваться. Вы вместе сюда ходите? Да, да. Здорово. А тренируетесь вы на одной площадке вместе? Да, я с ним в детской группе тренируюсь. Интересно, как? Для меня пока детская группа – это самое то. То есть физики нет, поэтому приходится с детьми наращивать физику. Ну, вместе, здорово. А кто-то еще в семье занимается спортом? Да, второй сын занимается футболом. Неплохо. Жена занималась гимнастикой. Все спортсмены? В принципе, да. Можно, в принципе, всех перетащить на песок? Вы не думали? Нет, я футболиста своего мелкого тоже перетащил на песок. Думаю, что у него что-то получится и здесь. Ну, да, главное пробовать и смотреть. Тем более сейчас такое время, когда тренировок в спортшколах во многих нет, и поэтому ему будет хорошая практика поиграть в бляжную любовь. Да, 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 конечно. И какая у вас мотивация заниматься? Слушайте, ну, мотивация – это, во-первых, движение. То есть вы бы меня видели пару месяцев назад. Это плюс 7 килограмм. Ого! Другое довольное лицо, да. Лисочек все меняет. И неподвижность в спорте, да. Но сейчас как бы я начал двигаться, начал считать, что как бы я еще достаточно молодой. Вот, и тянусь за сыном, конечно. А времени много уходит на спорт? Ну, я хожу 3 раза в неделю играть. Да, неплохо. Плюс я начал бегать и бросил курить. То есть замечательно. Какие положительные эффекты у блябола. На самом деле был вопрос про классику, но вы уже ей занимались. Вы хотите вернуться в классику? Нет, классика уже не мое. То есть я понимаю, что в моем возрасте уже классика мне недоступна. То есть прыжок на уровень 3.05, там, качка, это уже недоступно. А это многие люди делают за 190 ростом. Ну да, там рост, в принципе, он критерий главный. Это неинтересно. Лучше подвигаться в пляж. Согласна, да. Вы очень здорово сегодня отыграли. Ну, нет. Желаем вам дальше развиваться и достигать высот в пляжном волейболе. Большое спасибо и спасибо школе Елене Плотниковой. А мы с беседом с Мариной, которая участвовала сегодня в турнире. Марина, расскажи о своих эмоциях. Как прошел турнир? Мне очень понравилось. Это был первый турнир после моего долгого спортивного перерыва. И поэтому мои эмоции на самом деле были очень разные. Сначала я волновалась, но потом начала получать удовольствие. И, как видите, сейчас только позитив. Ну, а расскажи о своем опыте с пляжным волейболом. Почему был перерыв? Я занималась еще в школе, потом я получила сильную травму и пришлось оставить... В пляжном? Нет. В классике, ага. Да, и пришлось оставить спорт. Ну, и потом я узнала, что существует пляжный волейбол, мне очень понравилось, и я решила и пришла так в эту секцию. А почему именно сюда? Потому что где-то рядом? Ну, я живу рядом, и плюс я узнала... Я здесь была, играла со своими друзьями один раз и узнала, что здесь есть секция. И решила, что мне нужно, наверное, да, технику все-таки поработать над ней, и поэтому я пришла в секцию. Ну, здорово. А кто-то в семье играет или занимается спортом? Да, у меня вся семья очень спортивная. Да, моя мама тоже играет в волейбол, но не в пляжном, к сожалению. Классику, классическую. Да, в классику. Ну, здорово. А вместе вы играли? Вместе? Как-то нет. Не складывала. Не складывала. А на пляжный она не хочет перейти? Я не знаю. Наверное, можно спросить. Может, попробовать? Будет семейный тимбилдинг. Да, целая команда, уже два человека. А какая мотивация сейчас ходить? Как-то карантин отразился на этом? Я на самом деле думаю, что вдохновили во многом друзья вернуться. Плюс на улице серо, а тут песочек, радостно. Да, здесь почти пляжем, почти море. Да, плюс положительные эмоции от спорта, конечно, само собой. Это большая мотивация. И также оставаться в форме, что тоже немаловажно. Как вы играете здесь? С друзьями? Или именно в школе ты нашла свою команду? Ну, в основном я играю в школе волейбола плотик. То есть я тренируюсь и прихожу также на игровые тренировки. Но иногда я приезжаю на эти корты со своими друзьями и показываю им то, чем я научилась на тренировках. Ну, здорово. Желаем тебе дальнейшего развития и побед на турнирах. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...